Какая она современная мама 21 века? Что уж точно, мобильная, даже с ребенком на руках. И сходить на курсы иностранных языков может и по дому что-то сделать, и в путешествие отправиться. Причем опять же с ребенком на руках. А помогают ей в этом слинги или эргономичные рюкзаки. Взяли на ручки, не забыли поцеловать и прижать. Взяли на ручки, одели одну лямку, вторую, улыбнулись, застегнули сзади. Если надо подтянуть, то же самое здесь все затягивается, когда можно поменьше. Он затягивается легче, когда подтянулся, есть возможность отпустить. Это капюшончик. Пупку мы можем открыть. Микрофон, это микрофон. А пупку мы можем открыть, и у нас получится вот такое вот проветривание, вентиляция. Как милашка спит у мамочки? Вот так. Сегодня родители все чаще отказываются от колясок в пользу слингов, что представляет собой тканевое приспособление разных конструкций, используемое для переноски ребенка в первые месяцы жизни и до двух-трех лет. А слингомания в стране вовсю набирает обороты. Слинги – это естественно, ближе к природе. Малыш в таких всегда более спокоен, и это доказано. И продвинутые родители об этом прекрасно знают. Ольга Байеру – успешный дизайнер слингов и эрго-рюкзаков, чья история заслуживает особого уважения. Ведь однажды она решила не только свою, но и проблему многих современных родителей, кто решил избежать порой немобильных колясок и прибегнуть к удобным слингам. Больше пяти лет назад графический дизайнер, фрилансер Ольга Байеру резко изменила свой вектор жизни. Не только потому, что стала счастливой мамой сначала одной, а потом второй дочурки. За время своего декретного отпуска Ольга стала успешной бизнес-леди. Сегодня она создает очень удобный слинг-рюкзаки, одежду для коромячих и беременных мам. Начало ее бизнесу положила покупка рюкзака для ее младенца. К счастью, не было предела, но впоследствии я поняла, что модель требует доработки. Поэтому я решила пошить свой вариант. Исправив все недочеты покупных так называемых кенгуру-слингов, Ольга создала свою улучшенную версию слинг-рюкзаков. Часто мама одевает ребенка в рюкзак, как в кенгуру, то есть ножки вот так вот свисают. Во-первых, они мешают маме при походке. Во-вторых, обычно кенгуру держат только под попкой. Здесь нет поддержки туловища. Соответственно, нагрузка вся приходится на нижнюю часть позвоночника. Чтобы такого не было, ортопеды советуют детей носить вот так. Это положение лягушонок, когда ножки широко расставлены в сторону, попка находится внизу, а коленки по сторонам. Мы одеваем спинку рюкзака вот так. И это положение, оно сохраняется. Теперь только спинка рюкзака заменяет мамины руки. В удобных эрго-рюкзаках есть навес от солнца или дождя, специальная сеточка для вентиляции. В своих моделях Ольга учила все физиологические моменты. Поэтому мамам абсолютно комфортно носить своих детей в таких слинг-рюкзаках, их позвоночник в порядке. Вот как если бы я поддерживала ее под попкой и за спинку, точно так же слинг или эрго-рюкзак держит малыша на маме. Этот вариант слинг-рюкзака для малышей до 2-3 лет может выдерживать до 25 килограммов. Родители от таких эрго-рюкзаков просто в восторге. Ребенков таких можно таскать где угодно и сколько угодно. Очень удобно и прикольно вообще. Все так смотрят на тебя и говорят, ух, какой папочка, какой ребеночек. Я даже не знаю, на кого обращать внимание, на меня или на него. Такой удобный вариант ношения ребенка может быть и в холодное время года. Вот как дома малыш закутывается в слинг-шарф или одевается в эрго-рюкзак, сверху слинга-куртка или куртка просто побольше. Можно использовать папину куртку, так чтобы малыш был под маминой курткой. И вот так вот мы гуляем, только шапочку и все. А малыш внутри греется, а мама греется сверху куртка. Вы одеваете полностью большую куртку? Да, я одеваю или куртку большого размера, или же к любой куртке, которая есть у мамы, мы делаем слинговставку. Для тех, кто в холодный сезон все же пользуется колясками, полезными будут вот такие варежки. Велосипедистам также на заметку. На поручень коляски защелкивается, и поручень остается внутри. Мама продевает руку и держится за коляску. Ее рука внутри, можно зимой даже не одевать варежки. Ее рука внутри защищена от холода, от ветра, от дождя и сырости. Вот, тепло и удобно. Для совсем маленьких Ольга предлагает так называемый слинг-шарф. Это кусок ткани, длина которого доходит до 4 метров. Завязывать такой совсем несложно. Три минуты максимум. Новоспеченная мамочка Анна, несмотря на наличие дома коляски, перешла на слинг-шарф. Слинги удобнее, мама рядышком, ребенок спокойнее, все хорошо. Татьяна с мужем коляску даже не собираются покупать. Мой муж тоже согласился, и мы оба с удовольствием носим. С самого рождения до сих пор, нам год и три уже. Даже дома, делая уборку, готовить, мыть посуду, это все можно. Но с новорожденным сейчас он уже побольше. Папа иногда надевает дома, но я уже только на улице. Продуманный комфорт для мамы и малыша, хорошая ткань и фурнитура. Вот два кита, на основе которых Ольга создает слинги. Кстати, ткань и фурнитуру заказывают за границей. Ее модели набрали такую популярность, что вскоре Ольга создала мини-ателье, в котором кроме слингов уже создают и многое другое. Например, такие просторные платья-вышиванки, вышивку на которых делает исключительно на специальной машинке. А такой блузкой Ольга разбивает миф о том, что одежда для кормящих не может быть красивой и женственной. Может, еще как может. Существует миф о том, что одежда для кормления – это такая мамская, совсем не очень красивая, привлекательная, женственная и сексуальная на самом деле. Это не так. И своей одеждой для кормления я демонстрирую, что мама может быть как красивой мамой, так и красивой женой. Все очень просто. Мы немножко сдвигаем линию декольте, и нижний топик поднимается наверх. Малыша кормите, никто ничего не видит. На сегодня она создала бренд, который активно пользуется спросом за границей. В ее слинг-рюкзаках ходят родители Израиля, России, Канады, Дании, Америки, Швеции, Голландии, Румынии, Арабских Эмиратов и других стран. В Майами очень ценят то, что в рюкзаке есть сеточка, там очень жарко, душно, солнце и вот это проветривание, оно актуально там. Успела выиграть два гранда из фонда по поддержке женщин-предпринимателей. Создала рабочие места. В столице проводят семинары, на которых объясняют, как правильно пользоваться слингами. Во всем ей помогает ее любимый супруг, который их хвалит и, когда нужно, строго критикует. А ее маленькие вдохновительницы Милана и Алия постоянно мотивируют Ольгу на дальнейший успех. Что это у тебя? Это вообще суперсчастье. Дети это счастье. Что это у тебя, мама? Тут у меня микрофон, милашка. Скажи привет. У тебя все услышат. Привет.